Большое спасибо, уважаемые друзья, коллеги, вижу много знакомых лиц, что пришли на доклад. Мне очень приятно открывать сегодняшнюю лекторию именно в этой секции, потому что на самом деле, я как айтишник, представляю Высшую школу информационных технологий, все время есть такой вот, я не математик, я программист, я как-то не знаю, у меня не идет матан, идет программист, или наоборот, у меня не очень. Ребята, вы даже не представляете, как вы заблуждаете, когда вы говорите такие вещи, и сегодня в том числе мы будем говорить про то, насколько математика повлияла на развитие того, что мы называем IT, но, конечно, в первую очередь программирование как такового, вот, поэтому доклад сегодня так и называется, но короткое название, мы любим короткие названия, Math for IT, математика для IT, как развитие математической мысли привело нас к современному информационному обществу, кликер работает, работает. Сегодняшнее, мне сказали, с микрофоном или без, меня слышно нормально? Посмотрим, просто протестируем. Давайте выберем, так лучше или так лучше. С микрофоном лучше, хорошо. Наши сегодняшние вопросы, которые мы разбираем, это то, вот эти два. Кто такие математики, кто такие программисты? Ответов я сейчас не требую, на некоторые вопросы я ответов от вас попрошу. Ну, я никакое серьезное выступление, начиная с того, чтобы не рассказать, я говорю иногда, раз мы из университета, надо сначала поумничать, прежде чем говорить что-то важное. А дело в том, что, чтобы понимать какую-то проблему, надо посмотреть на то, почему она возникла, и почему сложилась тайная ситуация, которая к чему-то нас привела. И если мы говорим про развитие науки и технологии, то самое важное, на что, на мой взгляд, надо брать внимание, чтобы прийти в контекст, это такой феномен, как промышленная революция. Неожиданно, да? Про математика, IT, что-то такое. Смотрите, промышленная революция – это историческая эпоха. Это не событие, а целый период, когда сменяются ключевые технологии, ключевые человеческие отношения, когда меняется мир за счет развития, в первую очередь, технологии и науки. Всего у нас классифицируют четыре промышленные революции. Первая началась в Великобритании, в Англии тогда, за счет буквально трех изобретений. Это паровой двигатель, это текстильный станок, это выплавка ковкового чугуна. Ну и открылись производства, фабрики. Вот здесь вот этот текстильный станок, вот у нас машина, как она называлась в некоторых источниках, машина для поднятия воды посредством огня, если я правильно помню название, в одной художественной литературе. Мансур, правильно? Итак, вторая промышленная революция началась в середине 19 века, когда у нас появляется бессмеровский способ выплавки стали, очень дешевый, что сразу взрывает промышленность металлургии, сталелитейную промышленность, появляются железные дороги и распространяется уже сталь в том объеме, как мы привыкли в нашем мире. Это колоссально производит влияние на производство, появляется поточное производство, также развиваются другие науки, химия, физика, которые рождают уже свои производства, химическое производство, электрическое производство, выходит вперед машиностроение. По третьей промышленной революции понимает научную революцию, научно-техническую и информационную, но это уже понятно. Это коммуникация, то есть телефоны, радио, компьютеры, автоматизированные системы, то, что мы называем, собственно говоря, уже близким к современному цифровому миру. И вот четвертая промышленная революция вроде как начинается сейчас, и вроде как вот ее ключевые тренды, то есть это нечто такое интеллектуальное, это искусственный интеллект, это интеллектуальная робототехника, это 3D-печать, big data, интернет вещей, ну а также квантовые технологии, о которых как раз после этой лекции расскажет вот Александр Валерьевич Васильев. Надо понимать, что мы всегда живем на стыке промышленных революций, и вот сейчас мы живем на стыке третьей-четвертой промышленной революции. Вот пришли организаторы, я рассказываю про промышленную революцию, а не про математику. Итак, мы живем на стыке промышленных революций, сейчас стык третьей-четвертой. И при этом пользуемся еще объектами первой и второй промышленной революции. И каждая последующая влияет на предыдущую. Например, узнаете эти устройства, пользуемся мы ими сейчас? Конечно, пользуемся. Что, вы телефонами не пользуетесь? Или вы не ездите на автомобилях? Но можно ли современные ханалги перенести в ту эпоху, когда они возникли? Нельзя. Потому что они строятся уже по-другому. Потому что... Слайд выкинулся у меня. В частности, автомобиль. Третья промышленная революция. У нас автомобиль. Вмонтирована куча электронных устройств. Электронная диагностика, электронные краш-тесты, моделирование автомобиля, умные материалы. Даже четвертая промышленная революция. Проходите, пожалуйста, уважаемые гости. Если хотите, проходите. Итак, уже четвертая промышленная революция тоже нашла отражение в машинках. Тесла. Интеллектуальный автомобиль. Вроде как оно. Ну и вы думаете, при чем тут у нас математика? Давайте начнем вот с чего. Что у нас такое математика и с какого момента она начинается? Вот у нас картинка. Что я хочу сказать этой картинкой? Можно говорить. Это да. Я еще в Science Arts участвую через час. Это я начал его, да. Что же он хотел сказать этой картинкой? Чуть больше мечей, тем больше яблок захватывает. Да. Оперируем они по итогам. Приклеемом мы убираем один предмет. Да хорош, не так все. В том смысле, что я намекаю, что к двум мечам добавляем один, к двум яблокам добавляем одно. А операция это одна и та же. Я говорю про то, что нам не важно, что мы складываем, мечи или яблоки. Абстракция. Я предупреждал кое о чем сегодня, Ром. Абстракция, конечно же. Нам не важен объект, которым мы занимаемся. Мы умеем абстрагироваться. Мы математики, в этом наша сила. Благодаря абстракции математика это царица наук. Математики не важны 12 вольт или 12 литров. Поэтому математика везде применяется. Все технологии построены на математике. Вот Данис Карлович не даст соврать. Проектор по научной деятельности университета. Спасибо. Так вот, это то, что делает математику царицей наук. И кто такие математики, это гуру абстракций. Не более того. Люди, которые профессионально всю жизнь занимаются абстрактными конструкциями. И вот эти формулы, теоремы, то, что не любят студенты, которые не любят математику. Ребята, это только проявление абстрактного мышления. Их формализация не более того. Кстати, одно из главных отличий человека от животного, который выделяют ученые, это умение абстрактно мыслить. И у вас у всех за плечами около 10 лет школьной математики. Вы пользуетесь абстракциями и даже не понимаете, что вы это делаете. Хотите эксперимент? Мои студенты, которые видели, прошу не подсказывать. Итак, помните школу? Давно это было? У многих очень давно. Первое слагаемое плюс второе слагаемое равно сумма. Это определение сложения. Помните его? Нас так учили. Мы писали от руки даже эту формировку. Хорошо. Теперь, внимание, мой вопрос. Чему равно вот это? Вот такая вещь. 25. Как вы это поняли? Там же нет ни суммы. Там нет двух слагаемых. Вы как-то посмотрели, но там не было плюса. Мы же сказали, что сложение это плюс. А тут вы поняли. Понимаете? У вас мозг произвел абстрактную конструкцию. Вы сказали, что сумма здесь на самом деле это 1 плюс 4 плюс 10 плюс 10. Взрослые товарищи в зале или, может, те, кого есть младшие братья, сестры, попробуйте задайте своим детям. Ну, это примерно возраст от 3 до 10 лет примерно. Проверьте уровень абстрактного мышления. Как мыслит абстрактный человек здесь? Он вспомнит, что такое сумма, вспомнит, что это плюс, как-то связано. Вспомнит, что может сложить первые два числа, потом добавить новый, добавить еще, добавить еще. И выполнит эти действия. И выполнит эти действия. Какая связь, почему промышленная революция? Я все еще вам не ответил, вы, наверное, это ждете. Ребята, ну вы же понимаете, ребята, я привык со студентами сейчас, простите, пожалуйста. Уважаемые коллеги, гости нашего мероприятия. Математика пронизывает все. Значит, раз все развивается, то должна развиваться. И математика. Даешь новым наукам и технологиям новую свою математику. Вот. И посмотрите, вот у нас, вот то, что мы проходим в школе, в университете, вот когда это появилось. 16 век, 17, 18 век. Вопрос, какие мысли по поводу этого слова? Ничего не напоминает? Промышленная революция. Промышленная революция, ну примерно, да, начало, согласен. Еще что? Это примерно школьная программа плюс первый курс университета. Дальше все. Дальше почему-то это прерывается. Неужели математика после 19 века ничего не изобрела? Нет. Просто дальше все идет гораздо интереснее. Смотрите, 19 век математики – переломный век. С одной стороны, продолжается эволюционное развитие. Формализуется матан, появляется теория дифференциальных уравнений, линейная алгебра, теория групп. И математика перестает быть, как ни парадоксально, наукой о числах. Она начинает заниматься структурами. Векторами, матрицами, абстрактными структурами. Вот тут они перечислены. Не буду вдаваться в подробности, а то вот при коллегах с мехматой еще ошибусь. С другой стороны, и за это сразу математики прощайте меня за такую формулировку, но математика в 19 веке начинает рефлексировать. Начинает заниматься самокопанием, грубо говоря. Начинает думать, правда ли, корректно ли то, что мы делаем, каковы аксиомы математики, как в геометрии. Жесть аксиом? Почему у нас нет этого аксиома? Вообще, корректно ли все то, чем мы занимаемся? Знаете, кто подкинул масло в огонь? Это как мы Ленина в советское время вставляли в каждую книгу, а у нас год Лобачевского, значит, Лобачевский должен быть в каждой презентации университета. Они скажут, что еще смотрят. Главное, что они скажут, что ты увидел. Так вот, суть, что сделал Лобачевский. Пятый постпад Эвклида говорил, что через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной. Что сказал Лобачевский? Он сказал, не очевидно. Ну, он не так прямо сразу сказал. Он сказал, он долго думал и понял, что не очевидно. А раз не очевидно, то можно поменять на обратное утверждение. И у него формулировка такая. Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести множество прямых, не пересекающихся с данной. И я, по-моему, не ошибся, сказав, что не пересекающихся, потому что у Лобачевского параллельных нет вообще в принципе. Сверхпараллельные, сверхпараллельные. Ну, видите, я не буду так большое дело примехвать. Я побоялся писать параллельные слова, поэтому сам не пересекающийся. То есть он что сделал? Он взял исходную аксиому, поменял ее. То есть немножко обратился и поменял основы. В 19 веке появляются новые математические науки, которые занимаются ровно тем же самым. Это матлогика, и это теория множеств. Матлогика, правда, существовала в виде Аристотелевой логики долгое время, но вот ее математизация начала происходить уже в 19 веке. Начал этим заниматься Джордж Буль, который почему-то многим известен как муж племянницы Эвереста, географа. Также известный Де Морган, Август Де Морган. Ну, а также Георг Кантер формулирует... Сейчас попытаюсь реабилитировать наивную теорию множеств, правильно? По-моему, если я правильно помню формировку. Теория множеств, которая, опять же, не про числа, а про абстрактный объект. Эти науки начали претендовать на то, чтобы быть основой математики как таковой. То есть происходит попытка сформулировать математику аксиоматически через них. Вот матлогики. Немножко, наконец-то, математика пролезает у нас. Итак, ну, самое начало матлогика – это исчтение высказываний. У нас высказывания – это некоторое утверждение, которое может быть либо истинно, либо ложно. Например, вот, а, земля плоская – это истина или ложь? Это ложь. Ну, хотя, это если про планету, да? Есть такая операция, называется она «отрицание». Отрицание «а» или «не-а» – это отрицание высказывания. Если «а» – это я выспался, то «не-а» – это я не выспался. Но по мне, надеюсь, не видно. Есть такой закон, называется «закон двойного отрицания». Старый закон, очень давно известный. Закон двойного отрицания. Говорит, что отрицание – отрицание, есть исходное утверждение. Я «не-не-ел» означает «я ел». И это доказательство, простите, этот закон является основой всех доказательств от противного. Мы в математике, вы все доказывали теоремы от противного. Ну, были теоремы, которые доказывают противного. Когда мы говорим, допустим, что это не так, получаем противоречие, означает предположение неверное. То есть, это не не так, значит, это так. Значит, это так. И вроде бы логично, но новая задачка. Вот пусть «а» – это такое высказывание. Это высказывание ложно. Это истина или ложь? А видно, что вот математики, которые знают, неправильно как-то расслабились, сейчас ждут переход на следующий слайд, зная ответ на этот вопрос. Ну, вы правильно задумались. Да, да. То есть, как бы, если это ложь, значит, это… А, это истина, правильно? Ну, значит, я лгу, то есть, это правда. Значит, правда. Вы испытываете ровно то, что испытывают люди долгое время? Значит, правда. Если это правда, то значит, что это ложь, значит, это ложь. Значит, это ложь. Но вы же говорите, что это правда. Но все правильно. А – это истина. Раз «а» – это истина, значит, высказывание ложно, значит, это ложь. И наоборот, если «а» – это ложь, значит, высказывание не ложно, значит, оно истинно. Это называется парадоксом. Парадокс лжеца был известен очень давно. Но суть в том, что благодаря теории множеств появилось достаточно большое количество парадоксов других, которые я не буду приводить, я не успею, некоторые, я не все знаю. Но парадокс лжеца – это частный случай Расселовского парадокса про теорию множеств, один из его парадоксов. Так, это что, подождите, вы теперь поймите, что получилось. Это что получается? Есть операция логическая, являющаяся основой математического доказательства противного. И тут выясняется, что она не работает, что она не всегда дает правильный ответ. Мы про математику говорим, у нас нет истории, разной трактовки событий тех лет. Это математика, точная наука. И кризис, наступает некоторый кризис оснований. Это действительно историческое событие, кризис оснований математики. Когда в математике происходит раскол на несколько школ. Я еще раз говорю, это математика. То есть, что такое раскол в арифметике, это невозможно, даже непредставимо. Но в математике происходит раскол на несколько направлений. И самыми главными из них, ну самыми не главными, а скорее ключевыми, наверное, сыгравшими свою роль, стали два из них. Формалисты – это одни, и интуиционисты – это другие. Формалистов возглавлял великий математик, великий человек, Давид Гилберт, который сформулировал те самые 20 проблем Гилберта. Что говорили формалисты? Вот сейчас начинаются слайды, математикам не смотреть. Я пытаюсь по-простому объяснять, потому что могу ошибиться в слове, и уже будет неправильно. Формалисты говорили, что достаточно строить корректные логические системы, аккуратно обходя парадоксы. И мы справимся. И школа Гилберта, в которую входили и Аккерман, известный ученый, и фон Нейман, автор архитектуры компьютеров будущей, они были приверженцами этой школы, школы формализма. Когда Гилберт говорил, мы сможем победить все проблемы, строя логические системы именно так, формальные логические системы. Их противники, интуиционисты, во главе с Лёдзином Брауэром, там была голландская школа, одна из самых активных, они сказали, математика конструктивная, и за символами должен быть смысл. Семантика для программистов. Это они начали, да. Они сказали, что это абстрактные построения, которые должны иметь некоторый смысл. Истость высказывания должна быть конструктивной. или даже в каком-то смысле вычислимой. Но это может быть сложно для тех, кто с математикой не знаком, поэтому следующий слайд прям вообще математику не смотреть. Я просто, я скажем, я передаю дух. Вот однажды я вроде успеваю по регламенту, я был на одной презентации французского ученого, а он очень здорово переходит от правил инженерного образования к физике, потом в алгебраическую геометрию, потом в мат-логику, потом обратно в педагогику. И я подхожу к нему, я говорю стыдные слова для себя в своей жизни, я говорю, простите, профессор Лемиоте, могу вашу идею, математику не понять, но общий посыл понять и использовать. Он сказал, да. Поэтому это об этом. Смотрите, вот А плюс Б, формальный подход. А это нечто корректное, и Б это нечто корректное. И если плюс между ними разрешен, то А и Б тоже корректная операция. То есть мы говорим про формализмы, про формальные системы. Так можно, так можно, и значит, вот это можно. Значит, это выводимо, как говорят в формальной системе. Интуиционистский подход говорит, что сначала надо разобраться, что же такое А и Б. Затем разобраться, применим ли к ним плюс в конструктивном смысле. То есть можно ли его посчитать. Если можно, то тогда А плюс Б тоже корректно. В смысле имеет смысл. Разрешено, имеет смысл. Было еще две школы, это логицисты и теоретика множественная школа, но они были на втором плане. Но сказать, что это была война, ничего не сказать. Потому что, причем, главным военным деятелем был Гилберт. Вот этот вот мужчина в шляпе. Который, ну, заголовок молодежь поймет. Там реально так и происходило. То есть действительно одна школа воевала против другой. Когда Гилберт, это цитата из Гилберта, они стремятся разрушить, изуродовать математику. Они стремятся забрать у математиков закон с ученого третьего. Это все равно, что забрать у астронома телескоп. Это говорил Гилберт, говоря, что мы формалисты отстоим свое. Мы дойдем, мы сможем все сформулировать. И вроде большинство его поддерживало. Пока в 31 году австрийский математик Курт Гёдель не показал, не доказал теорему о неполноте, выяснилось, что какую бы хорошую формальную логическую систему мы не построили, в ней получится сформулировать вроде как истинное выражение, которое не удастся доказать. Интуиционисты такие, ха-ха. Понимаете, это был большой удар по школе Гилберта. И это не значит, что это неправильно. Поймите, что это не значит, что все разрушилось. И интуиционисты все равно остались. Но это был большой удар как бы по приверженцам такого подхода. Значит, интуиционисты все-таки были в чем-то правы. Но почему нам это важно? Вы помните, у меня выделено здесь было слово вычисляться, алгоритм, конструктивное. Что-то такое уже близкое, да? Близкое к IT. Близкое к программированию. Интуиционизм нашел как бы такой конструктивизм. Он говорит, что должно строиться, должно формализовываться в виде шага, последовательности действий, последовательности шагов, алгоритма. И с этой точки зрения происходит пересмотр подхода к понятию функции. Помните функции в пятом классе? Функция – это у нас каждому аргументу сопоставлено единственное значение функции. Это определение у меня было в пятом классе лично. Теперь функция – это то, что можно вычислить. Должен быть обязательно алгоритм, как эту функцию посчитать. У меня написано последний шагов, слово «алгоритм» я произношу, но на самом деле оно выделено в отдельный слайд. Просто на всякий случай напоминаю, что алгоритм – это арабское слово, названное в честь арабского математика, арабского, простите, харезмского математика, аль-хорезми. Хорезма – это пример на территории Узбекистана нынешнего. Благодаря аль-хорезми мы знаем такие слова, как цифра, шифр, алгебра, заметьте, это одно и то же слово, причем оно же сайфер, оно же сайбер в каком-то смысле. Так вот, алгоритм. Но раз у нас есть алгоритм, надо как-то его описать, чтобы можно было эту функцию посчитать. И одно дело, можно словами описать этот алгоритм, это называется интуитивная вычислимость. Но после кризиса не все доверяют словам, раз у нас такие возможные вещи, как парадокс, а не лжеца. Значит, нужны формальные конструкции. И целой плеядам великих математиков начала 20 века строить свои формальные системы. Это Клини, это Чорч. Тут, кстати, не только Клини, тут как раз Гёдель, Чорч и Клини, скорее их. Тут не совсем ошибочка небольшая. Клини просто очень большой был методист и систематизировал очень многие результаты и доказал очень многие важные теоремы. Но не только Клини, конечно же. Лямбда выражения Чорча, нормальные алгоритмы Андрея Маркова и машина Тьюринга. Вы смотрели фильм «Игру в имитацию», не все, там выдумка, но и не все правда. Алан Тьюринг, великого английского математика. И вот про машину Тьюринга. Машина Тьюринга, которая придумал Тьюринг, это абстрактное вычислительное устройство. Абстрактное вычислительное устройство, которое вот из чего состоит. Ну, вы такое изображали, но ее нет в природе. Это абстрактная машина, она на бумаге. Но тем не менее она конструктивна. У нее есть алфавит, какие символы можно на вход подать. То есть как я формулирую аргументы. Можно ли там цифры писать, буквы и так далее. У нее есть состояние, это ее память. Так, я прошла этот символ или нет? Или там я нахожусь в таком-то режиме? Скорее это может стать режимом работы. Это более удачный термин для вас, для понимания. Лента. Бесконечная лента, которая разделена на ячейке. Есть считывающая головка. Вот тут это такой телескоп. И программа работы машины Тьюринга. Такая таблица, которая говорит, я в каждый момент времени считываю один символ и смотрю, в каком состоянии я нахожусь. И тогда я решаю, куда мне перейти считывать, влево, вправо или стоять на месте. Какой символ мне записать на то место, где я нахожусь. И в какое состояние перейти. Конструктивная вычислительная модель на бумаге. Это очень похоже уже на вычислителя. Вот эта функция, которая тут представлена, х плюс 1. Выглядит работа машины так. Вроде пока успеваю. Вот начальное состояние S1. Вот мы смотрим. Это число 101, но это двоичный код числа 5. То есть как бы это, для тех, кто двоичную систему не знает, система, где нет цифр, кроме нуля и единицы. То есть 1 плюс 1 будет уже 10. Смотрите, вот 1, 0, 1. Мы находимся здесь, в состоянии S1. Что нам надо? Нам надо добраться до конца, прибавить единичку. Я не буду разбирать. Вы меня позволите, простите, просто ограниченного времени. Но то есть суть в том, что мы пошагово, смотря на какое состояние мы находимся, мы анализируем символ и принимаем решение. Видите, в состоянии S1 мы дошли до конца. В состоянии S2 мы находимся на краю слова. Вот там и надо складывать. Там мы делаем плюс 1. Дальше мы переходим на следующую ячейку. Тут у нас 0, но это 1 в уме. Мы говорим, что если 1 в уме, то мы ставим единицу. В итоге получается 1, 1, 0. Ну, то есть это число 6. Вот это плюс 1 функция, сформулированная на машине Тюринга. Смотрите, никакой математики машина Тюринга не делает. Это чисто формальные вещи. Посмотри на символ, посмотри на состояние, перейди в новое состояние, запиши символ и перейди по ячейке куда-то. Это программа работы. Так вот, Чордж вместе с Тюрингом сформулировали такой тезис, что любой интуитивный вычислимый алгоритм можно сделать на машине Тюринга. Это не теорема, потому что это, ну, это недоказуемо, потому что мы говорим про то, что вычислим в голове. Но, тем не менее, него не опровергли. И вот написание программ для машины Тюринга, ну, что-то такое похоже на программирование. Но тогда так еще не говорили. Прикол в другом. Программа — это текст. И можно выписать все вот эти символы в одну строчку, а эту строчку можно подать на вход другой машины Тюринга, такой специальной, которая работает не просто превращая вход в выход. Она делает следующее. Она, получая код другой машины Тюринга к себе на ленту, моделирует ее работу на своих входных данных. Получается, что эта машина Тюринга может выполнять любую другую машину Тюринга. Она называется универсальной машиной Тюринга. И Тюринг в 1949 году доказал теорему о универсальной машине, которая говорит о том, что она есть. Она существует. Он ее построил конструктивно в своей работе в 1949 или восьмом... 9-го все-таки года, по-моему. Надо пересмотреть. Писал по памяти, если честно. Так вот. Итак, еще раз. В нем. Самый важный момент. Есть машина, которая Тюринга. Вы видели? Вот такая табличка. Она решала конкретно, значит, плюс один к числу. Но можно взять универсальную машину и на ней можно запускать все алгоритмы. Надо всего лишь правильно формулировать вот этот код. Вот такой код надо уметь правильно текстово формулировать, подавать на вход ленте. И все. А машина-то у нас одна. Вот это универсальная машина. Ничего не напоминает одно устройство, много алгоритмов, код программы. Да это же программирование. Да это же наша деятельность с вами. Так вот, теорема в универсальной машине Тюринга это математическое обоснование нашей с вами деятельности как программиста. Получается, что нам не нужно кучу устройств для каждой задачи. Здесь у меня была старая версия, арифмометр нарисован, но я его убрал. Он бы такой один был, непрекаянный. Я успеваю, две минуты еще буквально. Нам не нужно строить кучу разных устройств для каждого алгоритма. Нам достаточно одного вычислителя, по-английски computer, который может выполнять программы, записанные на определенном языке. Получается, нужны люди, которые могут просто писать эти программы. Половина из аудитории это делали хотя бы разжусь. Наверное. Писали программы. Дело за малым. Нужны электронные устройства, которые могут реализовывать универсальные машины, но они уже были построены. Как ни странно, несмотря на теорему, уже давно существовали вычислительные устройства. Просто в 1949 году стало понятно, что на них можно делать все. Потому что еще в 1930-е годы Чарльз Бэббич придумал машину аналитическую, вычислительную. Он там придумал память. Вот вывод. Арифметическое устройство. Но не смог ее реализовать. Почему? Технологий не было. Вторая промышленная революция еще не до конца отработала. Но через какое-то время, время пришло. И очень много сыграло еще здесь большую роль. Ада Лавлес. Первый программист. Девушка. Первый программист. Дочка поэта Байрона. Первый программист, которая написала для машины Бэббиджа программу. Она придумала, между прочим, понятие цикла и ячейка памяти. В 19 веке? В 40-е годы. Ну и раз есть вторая промышленная революция, которая теперь развилась и дала электрическую промышленность и электронную промышленность, то уже началась третья. Вовсю. И появляются вычислительные устройства одно за другим. Конечно, и война здесь очень сильно влияет на развитие технологий. Не секрет. И одновременно и в Германии, и на Западе возникает устройство, в том числе знаменитый колосс Тюринга, вот он здесь изображен. С помощью этого колосса Тюринг взломал Энигму, немецкую шифровальную машину и стало возможным английской разведке читать донесения немецкого командования. Это Конрад Цуза с прототипом своей машины, вычислительной. А это Эниак, один из первых компьютеров США. Ну и через какое-то время появились первые компьютеры и в Советском Союзе, хотя предпосылки были еще раньше. Но не стоит говорить, как кибернетика развивалась в советское время, первое время. Это, я думаю, многие знают. Получается, кризис математики привел к формализации понятия алгоритм. Вторая промышленная революция привела к появлению технологий, позволивших реализовать такие электронные устройства. А тезис Чорча, Тюринга и универсальные машины Тюринга дали нам обоснование тому, что можно на этих устройствах программировать. И во всех случаях решающую роль сыграли математики. И математики были первыми программистами, потому что программа это такая же абстрактная конструкция, к которой математики привыкли. Что? Еще одна абстрактная конструкция. Это последний слайд. Все в порядке. Я просто организатором говорю. Посмотрите. Вот функция y равно x плюс 1. А тут считали x, присвоили значение y, вот это x плюс 1 и вывели на экран. Что-то более сложное. Сумма всех чисел от a1 до a1. А здесь мы говорим, что есть массив из чисел и применяем к нему функцию x плюс y. Лямбда это то, что придумал Чорч, кстати говоря. Это тоже нашло отражение в программировании. Целую отдельную лекцию можно по этому вопросу делать. Тем не менее, имейте в виду, программирование. И это все такая же математика. И именно математики привели наш мир к тому, что у нас сейчас все вот это есть. Спасибо. Спасибо.